То есть кариотип – это тот набор хромосом, с которым живет данный организм. То есть вот в данной ситуации это кариотип мужчины, потому что x, y. Мы его можем как записать? Что здесь 44 аутосомы плюс x, y – это половые хромосомы. То есть это диплоидный набор. Теперь переходим к понятию. То есть кариотип – это то, с каким набором хромосом организм живет. Что такое плойдность? Тут типы хромосом, но мы разберем на примере вот этого задания понятие плойдность. То есть на примере этой картинки. Плоидность. Она обозначается как N. Мы видим три разные хромосомы. Все видят три разные хромосомы. Я вижу три разные хромосомы. Один, два, три. Значит, плойдность на этой картинке – N равно трём. То есть плойдность – это сколько разных хромосом есть в ядре. И отсюда у нас дальше будет исходить набор N – это гаплоидный набор. 2N – это диплоидный набор. То есть если мы рисуем вот одну такую хромосому, то это гаплоидный набор. Если мы рисуем две такие хромосомы одинаковые, то это диплоидный набор. Если мы в дальнейшем будем изучать мутации, допустим, вот у нас триплоидный набор. Петроплоидный набор. Пентаплоидный набор. То есть 5N. Понятно, что такое N и что такое 5? Что они обозначают? То есть если N равно трём, то 5N будет равно 15. Поставьте плюсики, кто это всё понимает. Когда вы будете смотреть в записи, то мы вот такие вот диалоги, типа поставьте плюсики, мы это всё повырезаем. У вас будет только вот такой вот концентрат из инфы, что очень сильно облегчает жизнь. Тоже берите на заметку. И те, кто хочет двигаться быстрее, работает связка. Смотрите урок, решаете тест. Он, Влад, как начал смотреть уроки, как начал решать тесты, обогнал многих, несмотря на то, что он присоединился позже. Это работает у каждого человека. Значит, здесь мы пообсуждали основные понятия, хотя бы как выглядит хромосома. Что ещё? Итак, сначала, как размножаются бактерии? Вот у нас есть бактерия с кольцевой ДНК внутри. Бактерии относятся к прокариотам. То есть у них генетический материал не упакован в ядро. Он плавает в цитоплазме. Сначала удваивается ДНК. Потом эта ДНК, видите, крепится вот сюда к цитоплазме. И цитоплазма начинает делиться. И две молекулы ДНК оказываются в разных клетках. Этот процесс занимает 20 минут. То есть очень быстро делятся клетки бактерий. Вот благодаря тому, что деление максимально простое. У них всего лишь одна хромосома. Она кольцевая. Её можно удвоить, прикрепить к цитоплазме. Без построения всяких нить верите на отделение. И вот поделить вот так вот клетку. Всё понятно? Вот тоже можно плюсики поставить, если всё понятно, как размножаются бактерии. Спор образования не является способом размножения у бактерий. Это способ переносить неблагоприятные условия. Дальше переходим на наш любимый чёрный экран. Вот это вот было бинарное деление. Бинарное деление у бактерий. Если деление протистов мы здесь обсуждать не будем, поговорим про амитос. Нам нужно поговорить про амитос ещё перед этим. Потом у нас будет митос. И будет миоз, который состоит из двух делений. Значит, амитос – это то деление. Ещё раз. Бинарное деление – это только для прокариотов. Прокариоты размножаются. Прокариоты, то есть царство бактерий. Они размножаются с помощью бинарного деления. Амитосом размножаются те клетки, которые не планируют долго жить. Допустим, лепестки цветков. Какие планы у лепестков цветка? Это сделать цветок красивым и потом опасть. Лепестки цветков не строят долгосрочных планов. Правильно? Они планируют побыть красивыми и опасть. Привлекать каких-то насекомых. Зачем тратить большое количество энергии на то, чтобы создать этот лепесток? Амитос – это деление, где не образуются нити веретена деления, и хромосомы абы как расходятся в клетке. Может, здесь есть еще кто-то, кто про амитос еще не понял. То есть вы не будете в ЦТ встречать про амитос каких-то сложных заданий. Вам нужно просто понимать, что амитос – это деление, в котором не образуются нити веретена деления. Не образуются нити веретена деления. Кроме лепестков цветков, кто еще амитосом размножается? Клетки печени, клетки эпителия мочевого пузыря. То есть те клетки, которые сталкиваются с агрессивной средой. Клетки, которые планируют, допустим, выстроить какую-то защитную оболочку или выполнить какую-то защитную функцию и умереть. То есть у них нет долгосрочных планов у этих клеток. Опять же, сложных вещей у вас не будет по поводу амитоса. Вам нужно просто понимать, что не строятся нити веретена деления, и что приводит к хаотичному распределению хромосом. На что похож амитос? Давайте здесь чуть-чуть углубимся. Сейчас кайфанут те люди, которые могут пойти на Олимпиадки. Мы одна из следующих тем после генетики. У нас будет эта изменчивость. Она и модификационная, комбинативная и мутационная есть. И также селекцию мы будем изучать. Это мы изучим все за одно занятие. Там много терминов, которые мы просто разберем, выучим, и вы дальше будете решать тестики, поймете, там все легко и просто. Так вот, в мутационной изменчивости и в селекции часто вы сможете услышать такой термин, как индуцированный мутагенез. Что такое индуцированный мутагенез? Это когда вы взяли и вызвали какую-то мутацию. Как можно вызвать мутацию? Допустим, к клеткам, которые собираются делиться, добавить колхицин. И тогда эти клетки не смогут образовать нити вересина отделения, и клетки будут делиться, там хаотично будут распределяться хромосомы. Понятно? То есть, вот амитоз и может быть, скажем так, вызван даже искусственно. То есть, можно образование нити вересина отделения заблокировать колхицином. Если у вас, если вы селекционер, хотите там вывести какой-то сорт чего-то там интересного, и вот митоз. Теперь, здесь важно, вот тот трафаретик, который я сейчас нарисую, давайте вот такую вот черту. Вот все, что ниже этой вот черты, ваша задача написать три раза, вот троечку пишу, три раза по памяти. То есть, моя большая-большая просьба. Запомните то, что здесь будет, постарайтесь написать по памяти один раз, второй раз и третий раз. Что это даст? Вы увидите, что эта инфа окажется у вас в голове, и вы сможете ее применять на тестах. Ну, были уже люди, которые поняли, что нужно просто эту схему, которую я буду рисовать, доучить, и все, и тесты решаются. Значит, первое. Это клеточный цикл. Что он из себя представляет? То есть, если мы речь ведем про митоз. М-период клетки – это когда клетка делится митозом. Сам митоз делится на профазу, метафазу, анофазу и телофазу. После М-периода наступает G1-период. Это там, где клетка накапливает органические вещества для того, чтобы удвоить молекулу ДНК. Вспоминаем. Есть хромосомы. Хромосома, она выглядит вот таким вот образом, как восьмерочка. И мы ее называем N. Если мы нарисуем две хромосомы, то это у нас будет 2N. Что такое S-период? Количество хромосом не удваивается. А что удваивается? Хромосома – это просто максимально скрученная молекула ДНК. И вот эта вот красная ниточка – это у нас сейчас молекула ДНК. И давайте мы ее… Она одна, и она обозначается как C. То есть вот в одной хромосоме одна молекула ДНК – это C. И во второй хромосоме тоже одна молекула ДНК – тоже C. И в итоге мы имеем 2N, 2C. В S-периоде удваивается хромосома, вернее, удваивается молекула ДНК. То есть у нас была одна хромосома такая, а стала одна хромосома, но содержащая 2 молекулы ДНК. То есть у нас по-прежнему здесь, допустим, N. И тут у нас хромосома – она N. Но уже каждая хромосома будет содержать 2 молекулы ДНК. То есть будет 2C. Соответственно, если мы это объединим, то у нас получится после S-периода 2N, но 4C. Давайте еще кое-что добавлю важное сюда. Как выглядит хромосома? Хромосома – это молекула ДНК. То есть вот это вот ДНК. Она обозначается, это ДНК обозначается как С. Это хроматин. Почему я его так вот нарисовал? Потому что этот хроматин намотан на такие вот гистоновые белки. Гистоновые белки – это катушки, на которые наматывается ДНК для того, чтобы не запутаться. То есть если вы возьмете какой-то провод, наушники возьмете проводные, и положите просто в карман, они там запутаются, как бы вы их классно не складывали. Но если вы их намотаете, допустим, на телефон и положите в карман, тогда есть шанс, что они не слезут с этого телефона, и вот их легко будет распутать. Вот кто понял силу катушки, поставьте плюс. То есть вот так вот, если мы обведем, вот то, что в квадратике, вот одна такая штучка, это у нас Н, это хромосома. А вот одна ниточка, желтенькая ниточка, это у нас хроматин. То есть когда у нас происходит удвоение, то у нас хромосома остается одна, но удваивается просто хроматин. И у нас тогда получается 2С, ну а хромосома по-прежнему одна. Вот если этот момент с хроматином и хромосомой понятен, вот поставьте плюсик. Давайте еще по-другому обсудим. Представьте, что комната, в которой вы находитесь, это ядро клетки. И в этой комнате находятся нитки. И вы берете какую-то нитку и скручиваете в клубок. То есть нитка – это хроматин. А когда вы ее свернули в клубок, значит, вы получили хромосом. А потом представьте, что вы взяли одну нитку, одну нитку взяли. И в S-периоде эта нитка, она удвоилась, и у вас уже две нитки. То есть у вас клубок один, но он из двух ниток состоит. То есть вот вам, пожалуйста, нитка – это C, а клубок – это N. То есть тут два C. Было C, стало два C. Было N, осталось N. Когда клетка будет делиться и будут расходиться вот эти удвоенные хромосомы, ну, то есть вот здесь вот, вы же должны понимать, что N останется и там, и там, но будет C, C. То есть если сюда пойдет красная хроматина, сюда зеленый, то и там, и там будет хромосома одна. Хромосома будет одна. Но хроматин уменьшится вдвое. Если и здесь понятно, поставьте плюсики и поставьте нолики, если непонятно. То есть стараюсь с разных сторон вам показать одно и то же, для того, чтобы... Ну, было максимально понятней. София говорит непонятно. Непонятен именно вот этот вот момент, где... Как это? Одна хромосома была из одной хромосомы и две хромосомы стало. Вот это непонятно, я так понимаю. Чтобы мы имели хромосому, нам нужна молекула ДНК. Вот у вас есть две молекулы. То есть, давайте так, у вас есть клубок ниток, который состоит из двух ниток. Если вы этот клубок размотаете, разделите нитки и каждую нитку смотаете в свой клубок, у вас получится два клубка. Правильно? То есть у вас был один клубок, потом вы его размотали, каждую нитку... Разделили нитки, смотали каждый клубок и у вас получилось два клубка. Вот именно этот процесс, он описан вот здесь, вот где стрелочки разошлись. То есть, типа, мы... Был клубок из двух ниток, два С, мы его размотали, нитки разделили, влево-вправо, влево ушла красная, вправо ушла зеленая и смотали обратно. Именно поэтому мы из одного клубка получили два клубка, но уже эти два клубка по С, а не два С. Так как у нас эукариотическая клетка, она имеет ядро, и в этом ядре находятся хромосомы. Представьте, вот комната, в которой вы находитесь, это ядро. И в этой комнате находятся хромосомы. То есть, чтобы выйти из комнаты, нужно как бы растворить оболочку. Как минимум, чтобы выйти из комнаты, нужно открыть дверь. Правильно? Значит, профаза. В профазе что должно произойти? Должна открыться дверь. Ну, то есть, должна раствориться ядерная оболочка. Она ведь не нужна, эта ядерная оболочка. Правильно? То есть, ядерная оболочка мешает. То есть, клетка большая, она готова поделиться. И для того, чтобы поделиться, нужно убрать оболочку ядерную. Что еще нужно сделать? Нужно спирализировать хроматин. Давайте сокращу. Хроматин. То есть, ДНК скрутить в хромосом. ДНК находится в виде ниток, которые разбросаны по ядру. Эта ДНК нужно скрутить в клубки для того, чтобы ничего не потерялось. Понятно? Значит, спирализировать, иногда называют конденсировать. По-разному можно встречать. Я думаю, вы уже поймете. Спирализация хроматина происходит. Конденсация хроматина. Конденсация. Давайте запишем этот термин. Конденсация иногда называют. Происходит. И третье. Начинают строиться нити, веретена, отделения. Вот эти три этапа, они происходят в профазе. То есть, вам какие будут даваться вопросы. Определите правильно составленную пару. То есть, что происходит в фазе и что по факту происходит. Ну, то есть, профаза и растворение ядерных оболочек. То есть, вы это видите. Ура! Это правильный ответ. Ставите. Ну, и вы молодцы. Понятно? В телофазе происходит обратная вещь. Что происходит в телофазе? То есть, клетка уже поделилась. И в клетке происходит построение ядерных оболочек. В клетке происходит деспирализация хроматина. Или же деконденсация. Вам эта приставка D, я думаю, знакома. В общем, деспирализация хроматина, когда он был в клубке, и он раскрутился, стал опять ниткой. Думаю, тут все понятно. И начинает строиться нити веретено-отделение. Это было в профазе. Значит, что будут нити веретено-отделение делать? Разрушаться. Разрушаются нити веретено-отделение. Вот это то, что у нас происходит в телофазе. В метафазе вам нужно ориентироваться на слово «экватор». То есть, если вы видите слово «экватор», значит, это про метафазу. То есть, иногда у вас будут вопросы в стиле «Подберите, что там происходит в анафазе». То есть, в анафазе у вас будет расхождение чего-то там. Мы еще обсудим, что там, чего, куда расходится. Обсудим. Но, если вы понимаете, что вам нужно что-то выбрать про анафазу, то вам нужно искать расхождение. А если у вас написано «экватор», значит, вам это выбирать не нужно. Вам нужно это, наоборот, выбросить. Ставьте плюсики, если тут понятно. Те люди, которые вчера решали тестики, они уже сообразили, что вот как быть с этим. Итак, пишем здесь вот «МИТОС», «МИОС-1» и «МИОС-2». «МИТОС-2». Вот так вот. «МИОС-2». Можно увеличить. Вот так вот сделаем. Вот этот трафаретик, просьба, ну, как табличку умножения, ее нужно записать. Вот табличку, которую сейчас будем писать. «МИТОС». Давайте начнем с этого кружочка, который слева. То есть у нас «МИТОС», потом «Г1-период», «Г1-С» и «Г2-период». Что происходит в «Г1-периоде»? Клетка накапливает органические вещества, чтобы удвоить ДНК. То есть вот в «С-периоде» он называется «синтетический период». Здесь происходит удвоение ДНК. Не думали, что я кричу. Удвоение ДНК. Или репликация ДНК. Репликация – это и есть удвоение ДНК. Это слова-синонимы «С-период», «С-синтез», он называется «синтетический период». Тут дальше начинается игра слов. «Г1-период» – это какой период? Он постметатический и пресинтетический. То есть что значит «пост»? «После-метоза», «постметатический». «Перед-синтетическим» – значит «пре-синтетический». То есть это «Г1-период». «Г2-период» – это «пост-синтетический» и «пре-метатический». Ну, если здесь все логично, все понятно, можно тоже плюсики поставить. А я не записываю. Ну, если надо будет, повторю. Думаю, тут все логично, все понятно. Значит, в «Г1-периоде», если клетка диплоидная, то есть берем диплоидную клетку, диплоидная клетка после метоза 2N2C. То есть каждая хромосома имеет вот эту ситуацию. 2N2C, видите? 2N2C, то есть вы понимаете, что это обозначает. Это у нас в «Г1-периоде». После S-периода у нас получается 2N4C. После S-периода 2N4C получается. Значит, в профазе, вот у нас профаза будет, метоз. В профазе метоза будет 2N4C. В метафазе по экватору будет находиться 2N4C. В анафазе будет расхождение хромосом, то есть каждая хромосомка, каждая хромосомка, вот будет вот эта вот ситуация происходить с каждой хромосомой, будет отходить 2N2C сюда, и 2N2C будет отходить сюда. В телофазе будет уже делиться цитоплазма, образовываться… Ну, вот все, что здесь происходит, уже записано, что там будет происходить. И в каждой вот этой новообразовавшейся клеточке будет понятно 2N2C. Миоз 1. Чем он уникален? Что в профазе 1 кроме всего перечисленного хромосомы будут образовывать биваленты, то есть они будут… Происходить будет конъюгация гомологичные хромосомы… Так, давайте я эти штуки запишу здесь. О, вот прям тут. Гомологичные хромосомы, конъюгация и кроссингомер. Это то, что будет происходить в профазе 1-миоза. Ну, то есть разбираемся с этими терминами. Какие хромосомы называются гомологичными? То есть вот гомологичные по-другому одинаковые. То есть если мы возьмем разные хромосомы, это будут негомологичные хромосомы. Если мы возьмем две одинаковые хромосомы, то есть из одной пары, значит это будут гомологичные хромосомы. В митозе они просто становились по экватору, а в миозе они гомологичные соединяются вместе. Это называется конъюгацией. И там происходит кроссинговер. Кроссинговер – это обмен участками генетического материала. Я пока вот оставлю на этом уровне. То есть если чего-то там непонятно, то потом вы ночью поспите, осознаете. То есть даже если это непонятно, ничего страшного, вы разберитесь хотя бы в том, что вам понятно. Ну то есть в других, тут хватает с чем разбираться, что запоминать. Основное – 2N4C. То есть это то, сколько находится генетического материала в миозе 1. В метафазе миоза 1, метафаза 1, здесь тоже 2N4C, просто они находятся такими бивалентами. То есть эти хромосомы конъюгированы. Из-за этого в анафазе мы не можем просто расплести каждый клубок. Отходит сначала каждая хромосома. N2C отходит к одному полюсу, N2C отходит к другому полюсу. Соответственно, в телофазе N2C, N2C в одной клетке и N2C в другой клетке. То есть ваша задача – запомнить сначала табличку, потому что вас будут тупо спрашивать, в клетке целиком, или у каждого полюса клетки, где? То есть вам надо знать в целом вот эту табличку, которую рисуем. Дальше. Миоз 2. У вас есть профаза 2. Она начинается с N2C. Соответственно, в метафазе по экватору находится N2C, а в анафазе расходятся к полюсу N2C. N2C расходится к полюсу. В телофазе в каждой клетке N2C. N2C имеется в телофазе в каждой клетке. Ну что? Если я попрошу вас запомнить чисто эту табличку, пускай вы не все понимаете. Но вот просто ее запомнить, записать, где, в какой фазе, сколько N, сколько C. это же реалистично. Правильно? Правильно. Вот вам надо это сделать. И тогда многие задания у вас будут решаться. На чем вы косячите? Ну, чаще всего вы косячите, что вы эту табличку не запоминаете и начинаете что-то написать сейчас. Да, сейчас будете писать. Давайте еще одну вещь обсудим. Есть задания, очень любят такие вставлять, где говорят, есть какая-то масса ДНК. Давайте прикинем, что 1, ну там пишут типа 1 на 10 минус 8. Давайте просто возьмем одну условную единицу. То есть масса ДНК в G1 периоде 1. 1 миллиграмм. Ну, хотите, взяли там какое-то количество клеток, и вот суммарно во всех этих клетках в G1 периоде масса ДНК 1 миллиграмм. После S период ДНК станет в 2 раза больше. ДНК будет уже 2 миллиграмма. Согласны? Потому что оно удвоится. Сейчас обсудим половые клетки. Значит, если, допустим, 2C равно 1, а 4C равно 2, вы можете посмотреть на эту табличку, и вы будете видеть, что там, где 4C, там 2, там, где 2C, там 1, а там, где просто C, вот, допустим, C, там 0,5. Поставьте плюсики, кому это понятно. И мы сейчас пойдем немножко поговорим еще про половые клетки. Сперматогенез это образование сперматозоидов. Какие 4 этапа? Первый этап это размножение. то есть клетки делятся метозом. Их становится больше. Метоз и давайте вот так вот напишем сперматогонии. То есть клетки, которые период размножения я не буду давайте тут напишу буковку P. Давайте так сделаем. Период размножения в этот период клетки делятся метозом и называются сперматогонией. Второй период это период роста. что такое рост? Это G1 потом S сейчас я это все дело поясню и G2 периоды интерфаза. В результате мы получаем клетку которая называется сперматозит 1. сперматозит ой сперматозит 1. По-разному мы нарисуем. Так, третий период это период созревания. позревания. Здесь в результате миоза 1 получается сперматозит 2. В результате миоза 2 получается сперматида. и потом идет четвертое это период формирования. Это плюс жгутик. И это будет сперматозит называться. Вот я написал теперь давайте я эти штуки покажу на вот том, что здесь происходит, где это нарисовано. Синеньким буду писать. Поставьте плюсики, если вы готовы. Смотрите, что такое период размножения сперматогонии, клетки, которые делятся. Вот он первый вот этот период, это клеточный цикл. Клетка ходит по кругу G1 S G2 метоз. G1 S G2 метоз. G1 S G2 метоз. Клетки так делятся, 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 их становится много-много, все они называются сперматогониями. Это первый период, период размножения. Если это понятно, поставьте плюсики, что вот вам это понятно. Если на ютубчике, тыкните лайк, что вот вам это понятно. Второй период, когда клетка поделилась метозом, она вступает в G1 S G2 период, но уже с мыслями, что следующее деление будет миоз. Понятно? То есть этот процесс, он регулируется гормонами, то есть когда клетка, какие-то гормоны конкретные, определенные, повлияли на сперматогонии, на клетки, которые поделились метозом, клетка, которая 2N2C, то эта клетка осознает, что следующее деление ее будет уже миоз. Вот когда на нее повлияли гормоны, и она понимает, что следующее деление будет миоз, вот этот G1SG2 период перед этим миозом, он будет называться периодом роста, клетка в результате будет называться сперматоцит 1, и вы ее будете видеть вот здесь. То есть вот эта клетка, которая вступает в профазу 1, она будет сперматоцит 1 называться. То есть сперматоцит 1 это у вас вы видите как сперматоцит 1, там гомологичные хромосомы, они объединяются в биваленты, там происходит кроссинговер. Вот это просперматоцит 1. Этот сперматоцит 1 делится миозом 1, и получается вот у нас сперматоцит 2 в итоге. Вот это у нас сперматоцит 2. сперматоцит 2 делится миозом, и вот эта вот штука это сперматида будет. После миоза 2 будет сперматида. Это без жгутиков. А к этой штуковине добавляем жгутик, это четвертый период, получается сперматозоид. Давайте еще один рисунок сделаем. Постоянно метозом. То есть вот это будет сперматоцит. период роста мы получаем 2N4C, которая делится на две клетки, которые N2C. Вот это у нас миоз 1. Дальше NC это у нас миоз 2. В результате миоза 1 из 2N4C мы получили N2C. В результате и эта клетка называется как сперматоцит 2. То есть вот это сперматоцит 1. Сперматоцит 1 делится миозом 1. Сперматоцит 2 делится миозом 2. Получается сперматида и потом к сперматиду присоединяется жгутик, получается сперматозоид. Вы будете делать задание скоро и я рекомендую первый раз тест решать с конспектом. То есть вот просто берите подсматривайте вот сюда и постарайтесь решить на максимальный балл но с конспектом. потом разберем ошибки потом следующий тест будете решать без конспекта то есть чтобы у вас уже была эта вся инфа в голове. если если вы это не понимаете просто нужно несколько раз вот это пописать оно отложится в голове и вы начнете понимать то есть здесь нет ничего такого там сверх естественного просто нужно заучить раз написать второй третий так что если мы возьмем оогенес давайте здесь в чем разница оогенес если мы возьмем в периоде размножения образуется не сперматогонии а оогонии они образуются на момент вот когда девушка будет беременная и внутри развивается плод в виде девушки вот когда этот плод растет в яичнике закладывается определенное количество оогониев и когда девочка родится то оогонии вот период размножения закончится то есть если у мужчин период размножения длится до глубокой старости то у девушек период когда закладываются яйцеклетки то есть количество яйцеклеток оно продолжается только на этапе эмбрионального развития понятно то есть когда девочка родилась она уже имеет в яичнике какое-то количество заложенных оогониев и эти оогонии находятся в так называемом G0 периоде то есть вот здесь вот это называется G0 логично что G0 будет G1 и они находятся до этапа полового созревания в 12-13 лет когда половые гормоны начинают действовать на этот аогоний то они запускают период роста то есть они стимулируют какой-то конкретный аогоний этот аогоний начинает расти и превращается в сперматоцит первого порядка это происходит в яичнике место где это созревает называется фолликулом и этот фолликул в итоге он лопнет и выйдет оттуда яйцеклетка но выход так сказать яйцеклетки осуществляется не на этапе когда это яйцеклетка а вот выход этой клетки из яичника осуществляется на этапе созревания то есть в период созревания происходит овуляция и уже непосредственно клетка становится яйцеклеткой когда уже входит и идет по маточной трубе то есть овуляция это как принято говорить выход яйцеклетки из яичника овуляция тоже контролируется гормонами то есть девочка родилась и количество агониев уже конкретно заложено то есть больше уже не будет этих яйцеклеток у нее то есть количество все ограничено вот оно есть в 12-13 лет когда происходит первое месячное это следствие того что гормоны повлияли на этот агоний там произошла овуляция и ну то есть запустился вот этот вот месячный цикл мы его не будем рассматривать здесь в деталях потому что в ЦТ про это не спрашивают в дальнейшем если будет интересно я там что-нибудь расскажу особенно когда человека будем проходить по-любому что-нибудь расскажу так период созревания значит в результате миоза 1 смотрите в чем отличие от сперматогенеза когда образуются сперматозоиды должно образоваться 4 одинаковых сперматозоидов когда образуется яйцеклетка должна образоваться одна большая яйцеклетка но когда вот в результате миоза 1 клетка делится образуется N2C одна будет называться аацид 2 а вторая будет называться клеточка вот эта первая направительное тельце 1nt пишу 1nt первое направительное тельце легко запомнить миоз в результате миоза 1 образуется первое направительное тельце в результате миоза 2 образуется второе направительное тельце то есть в результате второго миоза во-первых будет nc яйцеклетка и второе направительные тельца. Здесь, ну и, соответственно, здесь тоже будут НЦ, они будут направительными тельцами. Они будут как питательная ткань для яйцеклетки, то есть будет большая яйцеклетка и маленькие направительные тельца. Ну, собственно, вот то, что вам нужно знать про образование половых клеток. Когда вы будете решать тест по сперматогенезу образованию половых клеток, вы там встретите еще тоже такие всякие каверзные вопросы, мы уже их доразбираем непосредственно, когда вы там ошибки поделаете. Окей? Ну что, поставьте плюсики, кто готов приступить к решению тестиков.